сегодня посмотрела ваш ролик вы детьми присыпаете персиков теплицы это чисто учебный вопрос может я неправильно сделала то сейчас отгребла снег от абрикос и слив но у вас каком-то ролике слышала что надо отгребать от престольного круга я совсем запуталась подскажите отгребла до острова февраля минусе заранее спасибо алена серьезно получается дети не отгребать дети не отгребали а это сами вы написали при присыпаете персиковая теплица разница принципиальная теплица крыша ни одна снежинка не может туда попасть а это ненормально значит я не верю что они без этого снега которые дети там это где-то выше я показал фотографии не буду возвращаться дети засыпает по несколько ветер снега прямо засыпает это там боятся что соплеет нельзя там все время сухо там такого сухая почва там нет травы в этих самых теплицах вот почему снега нет дождей нет ни хрена там не растет а персики растут только потому что у них корни уходит на глубину метр-два а там как хоть не ни одна капля туда не попадает ты осенью зимой и ранней весной я я стараюсь вечно раз не поливать только вот снегом несколько этих это просто я создаю им ну более менее природные условия это что касается присыпать а что касается отгребать вот у многих если не отгребешь то тоже абрикос гниет вы же сейчас видите а слив можно не отгребать вот они ничего с ними не будет вот хотя знаете если слива посажена обычным методом вот такую яму тоже гниет тоже проверено вот покрывается этим же самыми грибами вот ну а когда слива посажен вот так то еще получается снега допустим 60 сантиметров это много даже в сибири 60 а холм 30 остается 30 это вот столько как 30 ничего страшного а абрикос а если вдруг навалило метр а если вы посадили вот так берите лопату спасайте вот все что я хотел сказать но вы просто взяли и как бы сказать сравнили с перчиком теплица нет это разные вещи так ну тут про колесико про эти самые про то что посылки 1 пришла бы снова другая нет доехала здесь в состоянии а вот есть пойдет о черенках черенки завернул два пакета и положил холодильник удивили черенки абрикос а его спасибо за похвалу я думал что они будут три-четыре почки тысячи почки это вот он ждал вот эти черенки от меня представлять а тут такой льдорадо у него много сливейся абрикос жердельного котлоды приводить есть куда сразу задам вам вопрос по проверке персика и абрикоса яблони и груши успешно плевая уже лет тридцать а сливы и абрикосы не прививал просто не было такой необходимости так как сливы от корня по отличию поросли дают у меня вот на этом месте я остановлюсь почему сегодня или вчера у меня столько телефонных разговоров вот и там один товарищ сказал так это значит хочет прививать слива на абрикос советовались там делились там писали но потом только потому и меня зацепило это если слива будет на сливе с корневой отводки люди спрашивают и кстати он попал туда куда я то же самое западе люди спрашивают уже не меня а его а сливы как подводит дают отводки он горит дают а его посылают и он уже в отчаянии а видимо из тех которые братьев есть он уже в отчаянии говорит давайте советует меня ждет давайте я буду на абрикосы привать они отводками дают я говорю да объясните вы людям это вот кто когда убил голову а здесь вот все правильно сливы от корня дают отличный поросли они просто дают отличный поросли они же копия мамы а если слива прекрасная и привать не надо почему нельзя отличный поросли оставить у нас когда-то часть сайногорск пригородами вот таким образом засадились сливами то очень какими а какими вкусными было тысячи тысяч это потом научили унистажать да это потом сказали слива дает отводки чтобы топор 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 вот это было кто когда и это и это главное так любой это не сейчас а 10 20 лет назад 30 лет назад любой совет хоть книги хоть журнале хоть газете продаю отводкам не дается ну ворот не врет это другой вопрос отводками это как высшее качество а я говорю высшее качество когда вишни сливы яблони дают отводки это высшее качество это лучшее что можно представить это такое счастье ну не нужны вам эти отводки но в начале когда они вылазят они не не выше травы вы в траву все равно косите но скосили и нету я за свою жизнь их тысячи тысячи скосил ну правда потому что никого не нужны еще и поэтому ну раз не нужны ну че их в чем проблема то их не надо каждый выкапать эти деньги в плане борьбы выговорился идем дальше и так сливы абрикосы не прививал не было необходимости теперь связи с этим вопрос какое время их лучше привать также как яблони до зеленых почек да конечно пока спит и давайте зеленые почки уже плохо приживается бывает такие уникальные люди зеленые почками приведут уже не то зеленые почки это конец только движение дальше вы знаете что пишет интернете лучше от вас совет получить вот считаете что мой совет и так эта фотография вот это прекрасная и очень толстая с мой палец ветка сейчас я хочу объясню почему ветка ветка рознь почка почка рознь и это к тому что я абсолютно меня в свое время отдернули и отдернул сейчас фавилии не лишний раз тоже неудобно я вам показывал письмо и она была написана официально она была написана в крупнейшей российской газете вот ну и там меня похвалили поругали сказали что молодец но ты не прав и вот что получается смотрите я всегда учил вот они ну вы задали вопрос почему как терпите вот эти почки вот они вот они вот они вот они намотаны вот эти вот это почки которые я называю спящие вот здесь стоит только отрезать я отрежу вот эти раз полноценное два и с той стороны три эта ветка даст три побега они будут уже потоньше потоньше но так как вот эта ветка что я отрезаю ей метр где-то пятьдесят примерно а следующий будет метр двадцать еще год а потом каждая из них тоже будет а так отрезана еще годик и все больше она не годится как масочное дерево по крайней мере не годится эта ветка все теперь смотрим отрезал довольно толстого такие вот какой пальцы согласны смотрим дальше вот это они отрезаны но они на самом деле чуть длиннее неудачных фотографиях а нет нет погодите я уменьшу сейчас а вот телеком видно вот это то что я высылаю то что мы назвали эльдорады вот это полноценное стопроцентное приросты последнего года абрикосов вы будете умело одним движением делать тихо свой средств значит вас все равно где-то будет вот до сюда один второй третий хотите дальше дальше выбрасываю потому что я сильно хорошо живу три черенка по две почки я так всегда делаю привычка но вы можете и четвертый и пятый вот в чем будет разница что бы мне не говорили что все почки одинаковые но возьмем с этого края и возьмем вот видно мы это самый не видно курсор и возьмем вот здесь вот специально тут отрежем косой средств берете липучки вот эти возьмем вот эти вот и получается там и тут или даже вот такой видите тут совсем тоненький вот допустим это с одного края тоньше чем два раза чем-то с другого края саженец будет два раза меньше никогда два одинаковых саженца уже не бросать все вот они генетика каждого эти они из почек растут я ничего не придумал они растут из почек кто в курсе я уже так пьешь ничего они же из почек два раза больше всегда гораздо больше если я беру двухлетний подбой вот такие вот еще вот такие вот расщепляю вставляю две почки вот такие среди такие а ему два года а бывает три года вставил и рачок пусть опять пошло к осени я становился на цыпочки не доставал десятки лет передо мной трехлетний дерево как а это однолетний просто приваясь на двух трехлетку до трехлетку трехлетняя мощное дерево я все опять забыл показать фотографии там где я не достаю это что а это не генетика это использование генетики это использование качество конкретно под двое привое в середине берется почка внизу берется почка надо внизу убрать почку и что я здесь такого говорю чтобы меня потом извините чуть не с дерьмом мешает что здесь не так и фотографии где я не достаю стою на цыпочки я же не придумал и мне приходится еще так что я не три года растил я на лето растил вот это вот есть настоящее тассановодство но это абрикос на абрикос проходят годы вырастает такая чудовище думаешь господи ходишь по ним я потом у нас заканчивается время да я потом покажу потому что я до сих пор успокоиться не могу но это еще черенки 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 вот так они хранятся чтобы вы знали вот так я их родил фаина королевский позе филиппева персик хасанский извините закончился неделю назад